Всем привет! Если вы смотрите данный ролик, наверняка вы хотите раскрутить свой аккаунт в инстаграме, но не знаете как. Хотите, чтобы все массово подписывались на вас, но, к сожалению, никто так и не подписывается. Не знаете, с чего начать продвижение своего аккаунта в данной соцсети. Меня зовут Алена Полюхович, и в этом видео мы рассмотрим такое явление, как масс-фоллоуинг. Что это такое, какие тактики стоит принимать, и вообще, стоит ли им сейчас заниматься, и можно ли с помощью него получить сейчас подписчиков. Термин родился от двух английских слов – масс и following, то есть толпай и следовать. Насловно переводится как «идти за толпой», и уже очень давно применяется для раскрутки сообществ в своих соцсетях. Принцип достаточно прост. Такие обычные действия, как подписка или лайк, выполняет не реальный пользователь, а программа за него. Когда один человек нажимает подписаться или лайкает профиль другого человека, тем самым он привлекает внимание к своему собственному профиль. И если же человек решится перейти на ваш профиль, его он заинтересует или покажется интересным, то, скорее всего, он нажмет подписаться на вас в ответ или же пролайкает посты в ленте. Идеально работает автоподписка в Инстаграме, но данный способ подходят не все. Лишь каким-то брендовым аккаунтом, а также большим сообществом с огромной аудиторией. Что касается Facebook и ВКонтакте, то тут лишь одного нажатия будет мало. Придется предварительно составить список подходящих сообществ, а также профили людей, которые подходят в целевую аудиторию данного проекта. И лишь после этого рассылать предложение подружиться. Почему же масс-фолловинг может не сработать? Если пользователи, которые получили от вас предложение подружиться, начнут жаловаться на вас в техподдержку, то такой аккаунт могут забанить. Чаще всего под банк попадают брендовые аккаунты или же аккаунты интернет-магазинов. Зачастую от них сообщения расцениваются как спам или же реклама. До 2013 года масс-фолловинг в ВК и Facebook давал стабильное количество подписчиков до 10 тысяч. Но тогда пользователи были не такими искушенными, а алгоритмы соцсетей не были такими жесткими. Появились новые лимиты, с которыми приходится считаться. Если в текущем году заниматься масс-фолловингом не агрессивно и стабильно, то вы получите стабильное количество подписчиков, но гораздо меньше, чем было раньше. Какова же истинная цель масс-фолловинга? Запомните, истинная его цель – это привлечь внимание к вашей странице. А вот станет ли человек вашим подписчиком или клиентом, зависит уже только от вас, от того, как вы ведете страничку и от стиля вашей подачи, оформления и обработки клиента. Казалось бы, что может быть сложным в масс-фолловинге в Инстаграме? Просто собираете свою целевую аудиторию, запускаете масс-фолловинг, далее отписываетесь от тех, кто не подписался, и все, делов-то. Но на самом деле это только звучит так просто. Подводные камни скрываются в том, как именно вы используете масс-фолловинг, с какой аудиторией работаете, как часто подписываетесь и какую активность используете вместе с подпиской. Плюс не забывайте о технических характеристиках. Одно дело, когда десятки тысяч аккаунтов с одного сервера под одним IP атакуют массово пользователей, и совсем другое, когда есть уникальный IP и приложение может имитировать мобильное устройство. Сейчас мы с вами рассмотрим две основные тактики масс-фолловинга по аудиториям и по активностям. Понятное дело, что нам не нужна просто красивая цифра в графе подписчики. Ни блогерам, ни компаниям это не является основным показателем. Компаниям нужны в первую очередь клиенты, а блогерам лояльная аудитория, которая будет лайкать, комментировать, сохранять посты и смотреть сториз. И пока что при помощи масс-фолловинга этого можно добиться. Итак, первая тактика по типу аудитории, по удаленности аудитории или же по количеству исходящих подписчиков. Если человек подписан более чем на тысячу аккаунтов, вероятность того, что он увидит ваш пост в своей ленте, снижается в разы. Большинство аудитории после подписки на ваш аккаунт станет вне зоны досягаемости. Поэтому в первую очередь после проработки целевой аудитории в инстаграме необходимо выделить те аккаунты, которые являются активными, публикуют ежедневно посты или же выкладывают сториз, и у которых количество исходящих подписчиков меньше 100. И проработать их нужно в первую очередь. Далее постепенно повышайте зону исходящих подписок 200, 300 и так далее. Что это вам даст? Горячая аудитория, которая обеспечит хороший охват, вовлеченность и в целом хорошие показатели для вашего аккаунта. А это особенно важно на первых этапах. Если же в вашу целевую аудиторию попадает более 100 тысяч пользователей, следует использовать несколько аккаунтов, которые будут связаны между собой ссылкой, находящейся в описании профиля, или же фирменным хэштегом. Создаем 10 или более аккаунтов, делаем поровну собранную нашу аудиторию и запускаем mass following. Лучше всего каждый такой аккаунт уникализировать. Можно по товарам, категориям товаров или услугам. Например, создать отдельный аккаунт под телевизоры, ноутбуки, мобильные телефоны и так далее. Если же аудитория напротив слишком узкая, то есть нам подходит очень маленький город, или же мы продвигаем специфический товар, то здесь есть смысл работать над качеством и выстроить воронку активности. Лайкаем посты, ставим на отслеживание и комментируем новые посты, лайкаем посты, просматриваем свежие stories, отправляем сообщения в директ в случае взаимной подписки, а также рассылаем специальные предложения, скидки и акции. В принципе, эта тактика подходит и для более объемной аудитории на более длительном временном отрезке. Следующая наша тактика масс-фоллоинга это по типу совместных активностей. И первое это подписка плюс что-то еще. Самое распространенное в этом видео, что используют, это подписка плюс лайки. Причем количество лайков может варьироваться. Подписка плюс 2, 3, 4, 5 лайков. Чем больше лайков, тем больше расходуется наше действие активности, но тем больше вы становитесь заметнее в профиле другого человека. Вы также можете использовать подписку и просмотр stories, например, подписку и комментарий, подписку или лайк и так далее. Ну или же подписку или сообщение. Но только помните, делать это нужно не одновременно. То есть сегодня мы просматриваем stories, завтра мы оформляем подписку или же наоборот. Воронка активности здесь точно такая же, как при работе с маленькой аудиторией, только сокращенная версия на самые рабочие этапы. Первый этап это подписка плюс лайк. Если пользователь подписался на нас в ответ, то шлем ему сообщение в директ. Вторым этапом на всех тех пользователей, которые не подписались на нас, мы запускаем маст лайки от 2 до 5 лайков. И в случае, если кто-то все-таки подписывается на нас, мы также отправляем сообщение в директ. Ну и третьим этапом всех, кто подписался на нас, после отправки сообщения в директ, мы ставим на автопросмотр stories и просматриваем их. Это гораздо эффективнее, чем тонна лайков и комментариев. Так как stories зачастую постятся чаще, почти каждый день, то и наша активность будет более заметной, и мы быстрее получим нужный нам результат. Но давайте теперь рассмотрим, почему же масс-фолловинг теряет свою популярность. Во-первых, это то, конечно же, что наши пользователи стали гораздо продвинутее. Уже где-то как более чем 10 лет в соцсети очень прочно вошли в нашу жизнь, и пользователь уже с легкостью может отличить, где реклама, а где спам. Не успеет кто-нибудь создать сообщество, как тут же пачками уже налетают предложения о накрутке подписчиков за отдельную плату. Когда на нас подписывается интернет-магазин, у которого подписок больше, чем подписчиков, то пользователь зачастую нажмет на кнопочку заблокировать и будет, в принципе, прав. Ведь раньше, когда лайкали или подписывались, это означало, что мне нравится твой профиль, мне нравится то, что ты делаешь, и мне интересно за этим следить. А в нашем веке при масс-фолловинге лайк или подписка выглядит немного эгоистично. Ну и вообще, в целом, пользователь думает, какой интерес может вызывать моя страничка у интернет-магазина. Следующий пункт – это новые требования социальных сетей. С тех пор, как в соцсетях появилась таргетированная реклама, на которых они зарабатывают, для сервисов масс-фолловинга настали темные времена. Ведь ни Фейсбуку, ни Инстаграму, ни Контакту, ни другим соцсетям неинтересно, чтобы пользователи платили свои денежки сторонним сервисам. А встроенная в соцсети таргетированная реклама, как мы знаем, требует значительных финансовых затрат. Поэтому теперь функции сервисов масс-фолловинга ограничены требования соцсетей. Чтобы уменьшить количество спама, Инстаграм придумал свой способ контроля подписчиков и лайков. Ввел лимит на суточную норму подписок и лайков, что сильно затормаживает процесс масс-фолловинга. Более подробно про нормы требования Инстаграм я рассказывала в своем предыдущем ролике, поэтому если вы его еще не смотрели, то советую с ним ознакомиться. А сейчас я кратенько и быстро вам напомню, какие же существуют лимиты. Масс-фолловинг ВКонтакте должен был соблюдать лимиты еще пять лет назад. Не более 40 приглашений в друзья за сутки, представляете? Сейчас же цифры выглядят следующим образом. Лимит приглашений друзей в группу до 40 в сутки. Максимальное количество групп, в которые можно вступить – 5000. Максимальное количество ссылок в группе – 100. Максимальное количество видео в группе – 10000. Приглашений из группы во встречу – 5000 в сутки. Количество постов в одной группе – 50 в сутки. Важнейшие лимиты при продвижении своих страниц ВКонтакте. Лимит на отправку заявок, то есть приглашений в друзья – 50 за 12 часов. Максимальное количество друзей ВКонтакте – 10000. Максимальное количество подписчиков ВКонтакте не ограничено. Минимальное количество подписчиков, что может попасть в блок интересных страниц – 1000. Последние нормы по Фейсбуку задокументированы 4 числом 2016 года. Количество заявок – 1500. Количество добавлений друзей в сообщество – 600. На страницу – от 2500 до 3000. Зависит от возраста аккаунта. Приглашение друзей на страницу от имени страницы – 10000. Вступать в группы можно 25 раз за сутки. При несоблюдении данных лимитов аккаунт может быть просто-напросто заблокирован. Следующая причина – это непроработанная база аудитории. Если на страницу аккаунта продолжает подписываться аудитория, но это иностранные граждане или же коммерческие страницы, то, скорее всего, проблема заключается в том, что вы неправильно проработали свою целевую аудиторию. Раньше можно было сориентироваться с помощью сервисов по поиску популярных хэштегов и упоминаний. Можно было находить аккаунты конкурентов и смотреть их аудиторию. Но сейчас возможности таких сервисов значительно порезали. Из стороннего сервиса, который получает данные из API Instagram, уже нельзя выгрузить аудиторию своего конкурента, даже если он к ней подключен, но не давал согласия на данные действия. Когда у страницы много подписчиков, не факт, что все они являются реальными людьми, а не ботами или коммерческими аккаунтами. Но даже в том случае, если эти все люди действительно живые, не факт, что все они – это есть нужная целевая аудитория. Поэтому стоит выбирать те аккаунты, где пускай аудитории не так много, но зато она вся целевая и вся активная. Следующая причина – это неинтересные посты, неинтересный ваш аккаунт. Сплошные рекламные посты, сплошные до и после. Очевидная реклама товаров и услуг, однообразные фото и видео. Чтобы аккаунт было интересно читать, используйте правило Паретто – 80 к 20%. Помните, что рекламных постов должно быть у вас всего лишь 20%. 80% постов должны составлять информативные, интересные посты, где вы делитесь лайфхаками, пишете что-то интересное для вашей аудитории, делаете заметки, пишете какие-то дискуссионные посты, спрашиваете, интересуетесь что-то у своей аудитории. Контент не должен быть навязчивым. Пишите такие посты, которые так или иначе соприкасаются с продуктом. Помните, что людям интересно читать такие посты, где они чувствуют отдачу, чувствуют, что вы делитесь для них чем-то интересным, в ненавязчивой форме. Постите какие-то интересненькие фишечки, лайфхаки, которые они могут взять себе на заметку. А давайте теперь разберемся, насколько же эффективны программы накрутки подписчиков и кто на них зарабатывает. Ленты соцсетей поумнели. Об успешности сообщества судят по количеству подписчиков, как бы там ни было. Бытует мнение, что на сообщество с 10 тысячами подписчиков подпишутся гораздо быстрее и охотнее, чем на аккаунт с двумя тысячами. Но даст ли нужный эффект накрутка? Я уверена, что вы сами не раз видели кучу аккаунтов, где на странице может быть до 20 тысяч подписчиков. Для конторы, которая ориентирована на один город, это достаточно приличное число. Но вот в первых 10 постах вы видите 500-700 просмотров, где-то около 10 лайков и ни одного комментария. Странно? Нисколько. Это красноречиво говорит о том, что количество подписчиков еще не значит их вовлеченность. Какой смысл платить деньги за накрутку, если подписчики в соцсетях всего лишь числятся и нет от них никакой активности? Конечно, можно отдельно накрутить и лайки. Но если накрученными будут и лайки, и подписчики, то как же тогда отслеживать реальную статистику и понимать, чего реально хотят от вас ваши подписчики и пользователи? Мертвые души в соцсетях продаются дешевле, чем у Гоголя. Только вот толку от них. За пару часов ваше сообщество набежит тысяча таких подписчиков, но через сутки они будут заблокированы за подозрительные действия. Ведь с точно такой же скоростью они подписываются и на другие сообщества в соцсети. Тоже зарабатывают на накрутках. Как правило, это ищущие подработку школьники, которых привлекают легкие и быстрые деньги в интернете. Они просматривают пачками сториз, посты, ставят лайки, комментируют. К содержимому паблику они равнодушны. Их цель – это заработать свои гроши. Они будут подписываться на тысячу групп в день. Ну и, конечно же, покупать ничего у вас в профиле они не будут. А вы будете теряться в догадках. Как же так? Деньги заплатил, подписчиков получил, но никто не покупает. Шанс, что в такой среде кто-то захочет купить ваш продукт, слишком ничтожен. А ловить клиентам таким образом совсем нерационально. Также не забывайте, что новостные ленты поумнели. Они научились анализировать вовлеченность подписчиков. И при низкой их вовлеченности ваш пост увидит минимум людей. Если вообще, конечно, увидит. Давайте представим, что у вас есть 200 реальных подписчиков. И в ленте вы собираете где-то около 10 лайков. То есть коэффициент вовлеченности составляет 5%. Соцсеть считает это допустимым. И ваш пост себе спокойно, потихоньку продвигается в новостной ленте. Но выпускать регулярно качественный контент, ждать, пока сработает таргетинг, вам, конечно, не хочется. Что вы делаете? Вы платите за накрутку. Итак, вы получили 2000 новых пользователей. По вышеописанной мной схеме 1800 из них это левые люди, часть которых заблокируют, часть из которых сбежит сама, ну и часть из которых будет просто висеть, не выполняя никаких полезных действий для вас. Реальные люди это те самые первые 200 человек. И от того, что количество подписчиков у вас увеличилось, количество лайков у вас не прибавилось. Но когда количество человек в сообществе составляло 200, то коэффициент вовлеченности составлял 5%. А теперь количество подписчиков выросло, а коэффициент вовлеченности резко упал до жалких 0,5%. Алгоритмам это совсем не нравится. И посты перестают попадать в умную ленту для живых людей. Выводы, конечно же, делайте сами. Стоит ли рисковать репутацией и деньгами? Ведь вы можете потерять именно ту самую реальную аудиторию, которая с вами. Ну а теперь давайте перейдем к вопросу, что же нужно для качественного, именно качественного масс-фолловинга в 2020 году? Как правильно оформить свой аккаунт для него? Также хочу напомнить вам, что более детальные и подробные описания о том, как оформить свою страничку в интернете, в инстаграме в частности, я рассказывала в своем предыдущем ролике. Подсказочка где-то вот здесь сейчас вылетит. Так что если вы еще не смотрели этот ролик, обязательно переходите и смотрите. Ну а мы с вами переходим к чек-листу. Первое это понятное оформление шапки профиля. От аватарки до контактов, описание то, чем вы занимаетесь, как с вами можно связаться. С первых секунд пребывания на вашей страничке, пользователь четко должен понимать, куда он попал и что его ждет. Четко пропишите свое уникальное торговое предложение. Кто вы, чем вы занимаетесь, что вы предлагаете, чем вы лучше, чем ваши конкуренты, почему нужно купить именно у вас. Не забывайте о визуальной составляющей. Фото, видео, сториз должны быть объединены в каком-то одном стиле. Не забывайте о грамотно написанных постах, которые рассказывают о сути вашего предложения. Кто вы, чем вы занимаетесь, что вы конкретно продаете, что такое ваш товар или услуга и чем он так хорош. Соотношение продающих постов к полезным должно составлять 20% к 80%. Конечно же, банально, но позаботьтесь о безопасности своего аккаунта. Привяжите его к почте, позаботьтесь о надежных и разных паролях для почты и инстаграма, чтобы вас не взломали. Ну и, конечно же, не забудьте добавить кнопку позвонить или же написать или же связаться с вами через другие соцсети. Помните, что часть пользователей может стать вашими подписчиками неосознанной или из вежливости. То есть они не будут проявлять особой активности и не принесут вам особых продаж. Но будут и другие, те, которые станут вашими постоянными подписчиками или же покупателями. Чтобы успешно продвигать свой аккаунт и избежать блокировки, проверьте обязательно, чтобы вы все сделали по чек-листу, соблюдайте все нормы и требования соцсетей, все лимиты. Обязательно, конечно же, введите свой инстаграм очень интересным для подписчиков в первую очередь. И тогда наберется активная и целевая аудитория. А теперь давайте кратенько пробежимся по тому, как же подготовиться к масс-фоллоингу. Во-первых, правильно подобрать геолокацию. Если у вас магазин детских игрушек, то пользователи будут отмечать всякие развлекательные детские торговые центры, детские площадки, заведения для детей, ну и так далее. Второе, проанализируйте аккаунты конкурентов и их подписчиков. Третье, используйте интересы целевой аудитории по соответствующим хэштегам. Но сильно не надейтесь на этот способ. Ведь по таким хэштегам могут прийти не ваша целевая аудитория, заинтересованные подписчики, а такие же, например, интернет-магазины, которые также используют такие же хэштеги. Следующий блок – это работа с фильтрами. Очень важный шаг. Ведь если этого не сделать, то сервисы покажут вам кучу аккаунтов конкурентов, которые используют такие же геометки и хэштеги. То есть совершенно бесполезную для вас информацию. Чтобы их исключить, надо составить список стоп-слов, которые содержатся в описании данных профилей в Инстаграме и в других соцсетях. Отдельно не забудьте составить список критериев, по которым вы будете искать нужную вам аудиторию, чтобы избегать коммерческие аккаунты и ботов. Ставьте ограничение количества подписок до 100, выбирайте активные профили, где постятся хотя бы до 10 постов. Если у аккаунта больше 1000 пользователей, отдача будет сомнительной. Итак, что же делать дальше? Оформляйте аккаунт в соответствии с чек-листом, качественно введите свой профиль, наполняйте его полезностями, начинаете запускать сервисы по масс-фолловингу, только не раньше, чем через 3 недели после создания аккаунта, иначе рискуете быть просто забанен. Не забывайте строго соблюдать лимиты и чередуйте дни активной работы с суточным затишьем. Ну а сейчас мы с вами разберем несколько популярных сервисов для масс-фолловинга. Конечно, вы можете делать все вручную, не прибегая к сторонним сервисам, но из минусов это долго, скучно и однообразно. Из плюсов это, конечно, то, что вы можете набирать подписчиков целенаправленно, исключая левую аудиторию. Ну а мы с вами сейчас рассмотрим автоматические способы через специальные программы. Итак, первый сервис, с которого мы начнем обзор, это Tooligram. Я думаю, все вы его прекрасно знаете, это один из самых популярных сервисов для масс-фолловинга и, в принципе, один из самых лучших сервисов, на мой взгляд. Он позволяет комплексно продвигать аккаунт, а также автоматически с масс-фолловингом совершать другие действия, например, смотреть сторис. Стоит он 499 рублей в месяц, но есть, естественно, бесплатная версия. Для этого мы переходим по ссылочке Tooligram. И вот здесь вы видите, можете попробовать бесплатно, либо же переходите в личный кабинет, если у вас уже есть аккаунт. После нажатия попробовать бесплатно, вам предложат зарегистрироваться, либо же войти через социальную сеть. После этого, как вы сюда перешли, вы попадаете вот в такой вот кабинет. С правой стороны мы видим окошечко, где можно зайти в мой профиль. Здесь мы можем заполнить полностью и получить один день-день использование Tooligram Black бесплатно. Даже так. Так, здесь что у нас есть еще? Настройки аккаунта, смена паролей, смена имейлов, если нам нужно. Загружаем аватар профиля. Настройки уведомлений. Понятно все. Оплата, подписки, промокоды, если у вас есть, можете выводить. Ну и нажимать, можете получить не бесплатно. Также с правой стороны вы можете выбрать обучение и тогда вы попадаете на новую страничку, где здесь есть куча всяких разных курсов по Инстаграму. Можете проходить абсолютно любое. И с правой стороны есть оплата. Итак, самое интересное, что у нас тут есть? Это качественный комментарий без блокировок. Так, что у нас тут есть? Мы можем выбрать пакет. Здесь у нас даже есть скидочка на 3 месяца. Можно подписаться, платить. Вот, ну, нам это пока что как бы не надо. И смотрим. Итак, мы выбираем число комментариев. Сколько мы хотим получать? Например, допустим, две там штуки. Ссылку на пост вставляем, где мы хотим, чтобы были наши комментарии. И что мы хотим написать в комментариях. И увеличиваем. А, можем увеличить также лимит. Следующая функция это автопостинг. Вот здесь вы можете пройти видеообучение по этому, как это сделать. Оплатить, конечно же. Ну и смотрим. Либо же мы выбираем постинг. То есть это будет обычный пост в ленту. Либо же сториз. Ну, соответственно, это будет сториз. И что мы делаем? Мы выбираем файл, который мы хотим запостить. Вот он здесь у нас открывается. Выбираем там любую картиночку. Подгоняем нужные нам размерчики. Можем сразу же применить фильтры, как мы видим. Нажимаем сохранить. Вводим описание, которое мы хотим. У нас здесь внизу показывается, сколько символов осталось и сколько хэштегов осталось. То есть мы сразу и приписываем здесь хэштеги. Все это можно быстренько сделать тут. Окей. Далее с правой... А, вот здесь еще, кстати, у нас смайлики. Можем вставлять. И вот здесь. С правой стороны мы видим календарик. Когда мы хотим, чтобы постик был наш опубликован. Например, выбираем седьмого. Выбираем здесь время. И все, что нам нужно, это запланировать пост. Если мы хотим, чтобы пост был удален, то мы выбираем автоудаление поста через, например, там, два дня. И геолокацию также мы можем выбрать. Выбираем тут Одесса. Ну, окей. Добавляем геолокацию. И нажимаем запланировать пост. Супер, все готово. То есть внизу мы увидим, что у нас запланирован вот этот вот пост на 7 января. Вот здесь мы увидим прошедшие посты, удаленные посты и неопубликованные посты соответственно. То есть все на самом деле очень-очень просто. Едем дальше. Есть еще такая замечательная кнопочка, рассылка в Директ. Вы можете попробовать 14 дней бесплатно. Так. Функция позволит в автоматическом режиме приветствовать ваших новых подписчиков в Директ. То есть кто-то на вас подписывается и сразу же прилетает ему сообщение там с функцией там Добрый день, добро пожаловать на мой блог. Надеюсь, вам там понравится и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Нажимаем далее. И вот здесь оно предлагает нам подсказку. Первый текст. Напишите текст вашего приветствия. И мы пишем, выбираем привет, спасибо, благодарим за подписку. Можете прописывать все, что угодно. Нажимаем далее. Можем использовать текст случайным образом. То есть если мы выбрали привет, здравствуйте, добрый день, то текст будет подобран случайным образом, чтобы ваши сообщения не повторялись. То есть чтобы Инстаграм временно не блокировал отправку новых сообщений, в Директ рекомендуется использовать вот этот вот рандомизатор сообщений. Можно его отключить, естественно. Так, здесь вы можете выбрать, не отправлять, если уже есть переписка, не отправлять, если уже есть запрос на переписку. И рассылка включена. На фильтрики нажимаем. И здесь мы выбираем наш диапазон подписчиков, перетаскивая ползунок. Например, вот как-то так. Или вставляем цифру. С диапазоном подписок работаем точно так же. Количество публикаций выбираем, допустим, 10. Не старше 30 дней и не старше 34 часов. Можем выбрать наличие аватарки в профиле. Русский, украинский, английский язык. Отсутствие ссылки в описании. Выбираем здесь слова. То есть, мы можем обрабатывать только те аккаунты, в описании профиля которых находятся указанные вами слова. Если вы укажете, например, слово магазин, то обрабатываться будут только те аккаунты, где в описании профиля есть слово магазин. И также то же самое работает не с топ-словами, скажем так, с минус-словами, как в контексте. То есть, будут обрабатываться только те аккаунты, в описании профиля которых будут отсутствовать указанные вами слова. То есть, если вы здесь укажете слово магазин, то обрабатываться будут только те аккаунты, где в описании профиля будет отсутствовать слово магазин. Допустим, мы здесь это пишем. И мы можем исключать конкретные ненужные нам аккаунты, либо ввести их логины вот здесь вот, либо же загрузить список аккаунтов и все все что нам нужно сделать теперь это запустить задание ваша приветственная рассылка запущена так здесь мы видим еще также наш аккаунтик с правой стороны он отображается и тут мы видим что мы можем поставить с помощью ползунка разогрев аккаунта лайкать последние посты своих подписчиков для чего это нужно это для того чтобы ваши лайки напоминали подписчикам о вашей страничке и так вы получите соответственно больше охват и активности под вашими постами сторисом точно также увеличите и можете передвинуть ползунок на смотреть последний сторис своих подписчиков либо же вы можете эти функции отключить здесь все как бы по желанию вот здесь точно также есть у нас настроечки где вы можете переименовать свой инстаграм аккаунт изменить пароль выбрать здесь часовой пояс правой стороны вот здесь вот выбрать лимиты действий то есть например первое это лимит скорости лайков есть три лимита медленный и безопасный режим то есть он подходит аккаунтам которые часто получают временные ограничения либо же только начинают свое продвижение средний и оптимальный это лучшее сочетание скорости и продвижения в рамках лимита в инстаграм ну и конечно же вы можете рискнуть и выбрать скоростной и рискованный то есть задачи будут выполняться с превышением левитом в инстаграм темпы выше ну и конечно же шансы и риски получить ограничения времен от инстаграм соответственно возрастают многократно то же самое касается лимитов скорости подписки и отписки также выбирайте нужный вам режим и можете удалить аккаунт так следующее это получение подписчиков мы выбираем добавить задание и что мы здесь видим видим такую функцию подписываться если мы запустим задание подписываться то наш аккаунт в автоматическом режиме будет подписываться на инстаграм аккаунты которые будут подобраны по данному заданию настройках задания вы можете включить дополнительную постановку лайка то есть ваш аккаунт будет не только подписываться на другие аккаунты но и дополнительно ставить лайк также можно выбрать лайкать то есть в автоматическом режиме будет ставить лайки инстаграм аккаунтом подобранным по лайкать и комментировать соответственно лайк плюс коммент плюс отписываться и также существует еще очистка от ботов так что нам нужно допустим мы выбираем подписываться здесь есть огромный спектр функций по конкуренту то есть с помощью данного задания вы сможете переманивать подписчиков ваших конкурентов или аккаунтов на которые подписана ваша целевая аудитория для запуска задания достаточно будет указать логины instagram аккаунтов чьих подписчиков вы хотите переманить к себе допустим мы выбираем какой-нибудь аккаунт так вставляем его сюда здесь можно загрузить целый список ваших конкурентов подобрать похожие профили можем нажимать вот здесь можем выбрать функцию ставить лайк пользователю допустим 2 или 3 окей просматривать stories и например не подписываться на приватных те у которых странички закрыты и автоматическая отписка для подписок совершенных допустим три дня назад вот здесь есть фильтры также выбираем диапазон подписчиков диапазон подписок ну и так далее все точно так же как в предыдущем случае у нас фильтры везде одинаковые и все что нам останется это запустить задание мы можем использовать самообучающую нейтронную сеть то есть она проанализирует аккаунты полученных подписчиков и автоматически найдет в инстаграме схожие профили которые с наибольшей вероятностью подпишутся на вас чем дольше вы будете продвигаться с помощью telegram тем больше подписчиков вы будете получать ежемесячно и также вы можете проставить автоматически отключать неэффективные источники нажимаете запустить запустить задание все ваше задание создано и задание запустится через течение 5-30 минут нажимаете ok вот здесь будет высвечиваться поле где будет прописаны ваши конкуренты которых вы задали вот здесь вы будете видеть охват действия подписчики и конверсию как бы все функции можно отключить вот она нашла нам три конкурента вот здесь вот настройки ну я думаю все понятно также то же самое действие может нам проделывать с лайками то есть мы точно также ставим ссылку кого мы хотим лайкать либо же лайкать и комментировать это было по конкуренту также можно делать по хэштегам мы вставляем сюда хэштеги например можно его добавить там либо же загружаем список хэштегов точно также проставляем все все функции которые нам нужно ставить мы им лайки просматриваем stories и так далее и нажимаем сохранить так шпион это новенькое что-то эта функция позволяет отслеживать пользователей которые только что подписались на аккаунты ваших конкурентов и тут же подписываться на них это конечно хороший выбор если вы хотите переманить не просто аудиторию конкурента а именно горячую аудиторию конкурентов по геолокации указываете здесь город или населенный пункт например можете указать название места например конкретного кафе или там торгового центра либо же отметить это место на карте и все то же самое все те же ползунки оставляем по лайкерам конкурента то есть с помощью данного задания вы будете обрабатывать лайкеров ваших конкурентов то есть людей которые ставят лайки вашим конкурентам поста и по комментаторам то есть тем людям которые пишут комментарии вашим конкурентам здесь все то же самое по лайкерам конкурентам вы вставляете логин аккаунта вашего конкурента по комментариям тоже самое вы везде вставляете логин аккаунта вашего конкурента везде выбираете ставить лайк пользователя дополнительно просматривать его stories и совершать ли автоматическую отписку лайкать и комментировать есть функция также можно попробовать в течение 14 дней бесплатно здесь вы также вставляете своего конкурента добавляете например просматриваете stories и запускаете просто задание и то же самое можно делать с отписками то есть от своих подписок либо же по списку если у вас слишком много аккаунтов от которых вы хотите отписаться конечно здесь еще очень много огромное количество функций все они вот здесь вот с левой стороны представлены в принципе они очень интуитивно понятны есть даже мастер-класс по instagram он совершенно бесплатный то есть вы его можете в нем поучаствовать поднять вовлеченность охват в профиле просмотреть видео вот здесь вот с правой стороны здесь старт 2 января это онлайн мастер-класс Александра Соколовского и он совершенно бесплатный еще здесь есть 9 скрытых инструментов например выбираем взаимный пиар то есть вы имеете возможность принимать неограниченное количество предложений на взаимный пиар или же можете отправлять неограниченное количество предложений на взаимный пиар то есть вы уже отправляете и по факту это обмен постами с другими блогерами которые приносят живых подписчиков и клиентов без крупных денежных затрат все что вам следует сделать это нажать на кнопочку нажать выбираете тематику аккаунта допустим бизнес указываете город или населенный пункт нажимаете продолжить так вот здесь у нас есть инструкция если что-то непонятно выбираем мы категорию город опять прописываем вот здесь нам показываются аккаунты мы видим что вот у какого-то аккаунта всего лишь один пост мы видим среднее количество лайков комментарии вот у какого-то поста есть 9 постов 5 подписчиков и 48 подписок мы можем даже просмотреть посты и мы можем когда мы выбрали нужного нам пользователя отправить запрос на взаимный пиар грузится конечно лаговато вот допустим хорошенький у нас вариант 247 постов 468 подписчиков и 196 подписок можем отправить запрос на взаимный пиар то есть ваш запрос отправлен все больше вам делать ничего не нужно есть еще функция поиска горячих клиентов также 14 дней бесплатно есть у нас видео обучение если честно эту функцию я еще пока не тестировала отслеживание комментариев аналитика то есть статистика будет собираться по вашему профилю так как мой профиль это фейковый профиль сейчас созданный поэтому естественно статистика собирается никакую статистику она у нее показать не может но в целом вы знаете что здесь есть аналитика мультисылка это кстати очень полезная штучка вы пишите можете выбрать вот здесь вот с правой стороны редактировать свой аватар например выбираем файлик вот здесь мы видим как она показывается можем выбрать фон страницы прописываем наш заголовок с правой стороны видите как все отображается прописываем описание и вот здесь вы можете использовать ссылку как с вами можно связаться например на телеграм и вставляете свою ссылочку или же добавляете еще там вайбер видите и у вас будет вот здесь вот кликабельные ссылочки телеграма и вайбер и вам нужно будет просто сохранить вот здесь есть еще очень интересная функция конкурса так как многие сервисы для проведения конкурса они платные а вы уже если оплатили тулиграм можете использовать эту функцию прямо здесь прямо в тулиграме выбираете после проведения конкурса вот здесь можете посмотреть историю и вот здесь вы можете просмотреть видео обучение даже на самом деле это очень классная функция то есть в целом тулиграм достаточно интуитивно просто все основные функции находятся с левой стороны как вы видите делать можно все автоматически просматривать истории лайкать делать авто постинг также искать какие-то аккаунты с которыми можно предложить взаимный пиар то есть достаточно за свою плату он отрабатывает в принципе все свои деньги ну а мы перейдем к следующему сервису для масс-фолловинга следующий сервис это зенграм это такой своего рода гигант на рынке масс-фолловинга интерфейс достаточно интуитивно понятен поэтому в нем разберется каждый он имеет конечно же свои особенности например чистая лента это функция которая не показывает в вашей ленте публикации пользователей на которых вы подписались помимо обычного масс-фолловинга в сервисе доступны и другие функции например масс-лайкинг автодирект ну и прочее стоит это удовольствие 416 рублей в месяц и естественно у него есть бесплатное тестирование переходим на зенграм можем как видите войти либо же получить 7 дней бесплатно вводим наш email создаем пароль и регистрируемся все теперь мы вводим так сохраняем и вводим наш аккаунт инстаграма пароль и добавляем и так у нас вот здесь вот такое легкое меню мы здесь видим сколько у нас там новых подписчиков добавляется сколько мы фото выкладываем лайки и комментарии то есть такая кратенькая статистика мы выбираем скорость работы часовой пояс все как обычно основные настройки действия выбираем действия которые зенграм будет делать за вас то есть допустим лайкать комментарии ставить взаимные лайки работать со своей аудиторией так здесь что мы еще можем выбрать смотреть истории подписываться или же скрывать публикации то есть если опция например подписываться будет включена то зенграм будет подписываться на аккаунты которые будут соответствовать критериям поиска то же самое с историями автодирект мы можем добавить сообщения и отписываться от ненужных нам пользователей также можем вместо подписываться и так далее итак внизу нам нужно выбрать город например одесса выбираем вот здесь можно выбрать регионы даже например тут украина днепропетровская область и так далее вводим хэштег по которому нам необходимо с вами работать допустим допустим выбираем все подходящие нам допустим можем ввести даже конкретные аккаунты допустим вот выбрали аккаунт вставляем его вставляем его все можем добавить внизу комментарии минимум 10 которые будет оставлять зенграм допустим вау так супер спасибо интересный пост и так далее подписки так точнее прокси автодирект то есть вы можете фильтровать получателей сообщения отправлять сообщения в директ всем новым подписчикам или же отфильтровать только нужную целевую аудиторию и вот здесь вы можете вести несколько разных сообщений для своих подписчиков каждый пользователь будет получать по одному сообщению можно указать до 20 различных сообщений точно так же как в тулиграме например привет рад тебя приветствовать на своей страничке добавить добавить вот так вот здесь мы можем нажать сохранить и запустить все получаем бесплатный доступ вот здесь внизу мы увидим можем посмотреть инструкцию либо же обучающие материалы также часто задаваемые вопросы если нам все же осталось что-то непонятным то есть техподдержка с которой можно связаться ну и последний сервис который мы сегодня рассмотрим это инста класс это стандартный сервис и продвижения а также топовый лидер рынка он не бежит за новыми фишками зато работает очень стабильно в арсенале также есть масс лайки кинг и маска маска коментин это самый бюджетный в принципе среди конкурентов сервис и имеет весомый минус это отсутствие статистики то есть если в тулиграме мы видели что есть функция статистики аналитики мы можем проанализировать все то здесь к сожалению ее нет и вам придется с помощью сторонних сервисов отслеживать ее стоит он всего лишь 399 рублей в месяц ну и конечно же у него есть бесплатная версия мы перешли на бесплатную версию она дается пять дней на пробу и нам нужно подтвердить почту и добавить свой аккаунт логин вашего аккаунта вводим пароль и нажимаем добавить аккаунт итак вы добавили свой аккаунт инстаграма и нужно создать задание нажимаем на кнопочку создать задание так сохраняем пароль и мы выбираем действие что же мы хотим лайк подписку отписку комментарий лайки подписку сообщение директа сбор данных просмотр истории авто директ ну допустим выбираем лайк выбираем источник по геолокации то есть мы зададим местонахождение по хэштегу по аудиторию пользователя или по списку пользователя допустим берем хэштег и вводим хэштег взаимодействовать с публикацией последних допустим 30 дней можем просматривать истории пользователей количество лайков которые нам нужно выполнить ну допустим пускай будет пять штук и мы можем поставить галочку на пропуск пользователей на которых мы уже ставили лайк можем выбрать фильтр можем выбрать без фильтра фильтры кстати как вы видите они точно такие же очень похожи как в тулиграме то есть какое количество подписчиков должно быть у пользователя это число может варьироваться от 10 до 1000 также какое количество публикаций может быть у пользователя количество подписок дата последней публикации наличие аватарки пол можем исключить коммерческий аккаунт исключительно ненужные нам языки задать стоп слова задать слова или фразы которые должны быть и так далее то есть очень похоже на тулиграмм можем установить таймер для задачи например то есть она помогает планировать задание на длительный период в таймере есть два режима настройки то есть завершать по количеству задания будут начинаться в заданное время и завершаться по достижению количества действий которые вы установили либо завершать по времени задания будут начинаться и завершаться в точно заданное вами время например мы выбираем завершить по времени выбираем здесь любую дату устанавливаем время устанавливаем дату завершения задачи можем добавить еще таймер либо же изменить его и ставим кнопочку в очередь все наше задание готово по этим хэштегам будет искаться публикации с которыми мы будем взаимодействовать вот здесь мы можем посмотреть задачи которые в очереди те которые работают те которые прошли успешно или же те у которых была какая-либо ошибка и вот здесь мы можем настроить автодирект это тоже самое сообщение которое будет присылаться всем пользователям которые на нас подписались автопостинг здесь точно также есть мы точно также выбираем наш аккаунт выбираем фоточку прописываем текст прописываем наши хэштеги дату публикации ставим обязательно время можем указать место съемки здесь такой миленький котик у нас крутится пока ждет вот здесь кстати есть еще фоторедактор точно также то есть мы можем выбрать там например что мы хотим какой размерчик сохранить и ставим например в очередь и все ваш пост успешно добавлен в очередь лента instagram ошибки здесь можно посмотреть вот здесь можно посмотреть кратенькую такую статистику сколько подписчиков и подписок история заданий и так далее то есть в принципе все эти сервисы они очень похожи между собой и их преимущество это в том что вы не только просто заставляете выполнять какое-то действие то есть подписаться поставить лайк или откомментировать но также вы можете использовать параллельно его еще как автопостинг ну что ж мы теперь с вами разобрали все самые популярные сервисы и время пришло подводить итоги во-первых помните что цель масс-фолловинга это всего лишь привлечь внимание к вашей странице а вот уже захочет ли остаться данный подписчик точнее захочет ли он стать вообще вашим подписчиками или клиентом за это уже отвечаете вы маркетинг и контент хоронить этот способ все-таки еще рано он может дать неплохие результаты если подойти к этому делу с умом и ответственно это дешевле чем таргетинг в соцсетях может дать неплохой результат 25 процентную конверсию занимает меньше времени ну и также многие сервисы дают бесплатную тест неделю для того чтобы вы ознакомились с сервисом и поняли подходит он вам или нет публикуйте контент который учитывает интересы пользователей вашего бизнеса грамотно используйте сервис масс-фолловинга и тогда у вас все будет окей напишите мне в комментариях считаете ли вы такой способ продвижения до сих пор актуальным пользуетесь ли вы сами или пробовали хотя бы хоть раз и какими способами вы набиваете себе количество подписчиков и раскручиваете свой инстаграм аккаунт если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайки подписывайтесь на наш канал следите за нашими подкастами а также телеграм-каналом до новых встреч и удачных вам продаж и и и и и и